День с толком Смотрите в этом выпуске Один в сквере воин В Барнауле прошел одиночный пикет В защиту сквера на площади Сахарова Семь туристов застряли на канатной дороге В Белокурихе Среди них 10-летний ребенок Барнаулиц в одиночку ремонтируют дороги Кто этот герой? Смотрите через пару минут Болототик Мастерок И верхомки И все Сегодня в Барнауле прошел очередной одиночный пикет В защиту сквера на Сахарова Где планируют построить крупный гостиничный комплекс Редиса Провела его вновь Татьяна Труфанова Жительница Барнаула уже выходила с плакатом в эти выходные Продолжит моя коллега Анастасия Дороган Примерно час Татьяна Труфанова простояла на углу социалистического проспекта и улицы Молодежной Прохожих в это время было немного, они все даже поворачивали голову к плакату Татьяна считает, это происходит из-за неверия людей в собственные силы Поэтому она написала именно такой текст Кстати, менять место пикета на другое, более людное, женщина не собирается К примеру, отвергла предложение встать у городской или краевой администрации Так как это не политический вопрос И все-таки некоторых пикет привлек Один мужчина даже поговорил с Татьяной Ему было в свое время интересно, насколько загрязнен здесь воздух Он взял специальный прибор и измерил В 4,5 раза превышает уровень КПД В 4,5 И он говорит, если сквера здесь не будет, то будет вообще очень все грустно А полицейские как отреагировали? Полицейские отреагировали очень дружелюбно Они сказали, что просто они составят рапорт Сделали мои фотографии, записали имя и пожелали удачи В городе, в принципе, скверов нет Даже желательно побольше парков, скверов побольше А вот Галина Абрамова живет рядом со сквером Она считает, если появится гостиница, жильцам ее дома негде будет даже прогуляться Кстати, бороться за сквер эта женщина начала еще летом Прошла по гостиницам, спросила, как у вас заселяемость Они говорят, на 30% всего заселяемость Собирается гостиницу строить, в гостиницу Потом прошла по всем инстанциям, хотела пройти туда, протолкнуться Там записи нет у Томенко У него в сентябре не было И в октябре нет записи Туда нырнуть мы никак не можем Она же сообщила, что в выходные был еще один одиночный пикет За сохранение сквера выступал мужчина А сегодня Галина Абрамова сама поддержала Татьяну Труфанову Позже плакат взяла еще одна жительница Барнаула Продолжит ли Татьяна сплачивать людей ради сохранения сквера Она пока сказать не может Анастасия Дорога, Николай Шелко, День с толком Семь туристов застряли на канатной дороге в Белокурихе В воздухе им пришлось провести три часа ЧП произошло накануне Канатная дорога на туристической базе «Благодать» Остановилась из-за падения ветхого дерева, сообщили в МЧС В это время на ней находилось семь туристов В том числе и 10-летний ребенок Они застряли на разной высоте, места труднодоступны Осложнял операцию снег, поэтому спасателям пришлось пробираться пешком Первую партию двоих взрослых и ребенка спустили на землю через полтора часа Чуть позже спасли остальных Туристы не пострадали, но очень замерзли На месте происшествия работали 18 человек До 24 октября из-за риска схода снега работа канатной дороги приостановлена А между тем в Барнауле дорогу уже делают вручную и в одиночку В соцсетях появился пост благодарности мужчине, который заполняет дыры в асфальте и сооружает парковку При этом обходится пара инструментов, а сами работы не стоят ни копейки С новым героем, который нужен этому городу, познакомилась Анастасия Дороган Молоточек, мастеров и верхунки И все Набор юного дорожника на выходит реальная дорога Аркадий Евтюшкин несколько лет заделывает дыры в асфальте во дворе дома своими руками Исходный материал – бывший асфальт Спросите, где он его берет Во дворе его дома летом меняли теплотрассу, вскрыли дорогу То, что должны были выбросить, мужчина выпросил себе Ему еще и спасибо сказали Мастером работы, так сказать, найти общий язык Экскаватором мне, так сказать, отгребали отдельно прям вот эти вот Пласты асфальта Все куски просмотрены и разделены по качеству И все Вот и асфальт Да, вот такой у нас асфальт То есть это даже для вас брак? Да, это, так сказать, полный брак, значит, потому что вон, так сказать, без битума Вам какой асфальт чаще попадается? Плохой, конечно Хотя этому плохому асфальту всего пара лет жалуется дворовый завхоз Если нет асфальта, берет кирпич и, говорит, получается красная дорожка Кстати, Аркадий не дворник, он специалист по обработке спутниковых данных в Алтгу А вдохновили его в Калининграде, где он жил когда-то Горожане сами сделали парковку, закрыв грязь Только Аркадий, как истинный ученый, разработал свою технологию На его счету уже 4 парковки на 5-7 машин и несколько заделанных ям Под его кураторством пар домов и еще несколько просится Работает мужчина рано утром или вечером, как сейчас, все в одиночку Говорит, люди реагируют по-разному, но поддержка есть от бабушек и, конечно, владельцев машин Ну, как счастлив Или все равно, как на работу ходите на эту работу? Нет, спортивная нагрузка Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком Село Полуямки Михайловского района вошло в рейтинг самых веселых названий населенных пунктов В десятку лучших также попали села Колбаса, Печень и Хохотуй Возглавил рейтинг село Мутный Материк, оно находится в республике Коми Из-за того, что победить не удалось, Полуямках не расстраиваются, ведь теперь село стало известно во всей стране Чему радуются и о чем грустят местные жители, расскажет Валентина Аскерова Так нежно и тепло местные жители воспевают свою малую родину Полуямки Когда узнали, что их любимое село попало в список забавных названий, испытали шок, ведь ничего веселого в названии нет Название произошло от слова полустанок Здесь проходил Ямщицкий тракт между Колыванью и Томском И на Ямщицком тракте были большие станции, называемые Ямками, Ямки И были малые станции, Полуямки, Полуямки, так он назвался Наши Полуямки, станция, то есть малая, где только перепрягали лошадей Сельчане рассказали, что до сих пор не знают, кто отправил заявку на участие в конкурсе И добавляют, это не первый раз, когда Полуямки приковали объективы, фото и видеокамер СМИ Около 20 лет назад про село трубили все газеты В Полуямках нашли метеорит Сейчас метеорит с одноименным названием села хранится в Москве в Академии наук Местные жители говорят, что в селе до сих пор находят осколки метеорита Кстати, в этом году Полуямки празднуют юбилей 150 лет, веки истории хранятся в школьном музее Жители, конечно, порадовали, что село вошло в список смешных названий Но добавляют, все бы было смешно, когда бы не было так грустно Их родина разваливается, признались люди Население редеет, молодежь сбегает в большие города Где есть стадионы, дворцы культуры Здесь же одна разруха Валентина Аскерова, Алексей Фризин, День с толком Автомаркет Гараж организовал встречу своих постоянных клиентов С представителями двух известных японских производителей Профикс и Акибона С фирмами автомагазин работает уже не первый год Так что в гараже можно приобрести настоящие, а не поддельные японские моторные масла или колодки На таких встречах у автомобилистов Барнаула есть возможность задать любые интересующие их вопросы о японской продукции На каждый профессионал из страны восходящего солнца дают обстоятельные ответы За лучшие вопросы вручали подарки, аксессуары для автомобилей, моторное масло от производителей Японии и другие Кстати, вся эта продукция в большом ассортименте представлена на полках гаража Впрочем, Автомаркет готов предложить своим клиентам также разнообразные шины, диски, аккумуляторы, автокосметику Даже для Японии это очень большой магазин и здесь очень большой выбор товаров Я рад, что наша продукция здесь тоже есть Гости, один из которых в Барнауле впервые, рассказали, что японцы обычно предпочитают заключать долгосрочные контракты со своими партнерами Поэтому с Автомаркетом Гараж надеются на дальнейшее сотрудничество К тому же им понравился как город, так и люди, живущие здесь В Сибири очень холодно, но у людей очень горячие сердца Спасибо за это Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Evalar Подписывайтесь на наш канал в соцсетях Итоги дня подведем вместе в вечернем выпуске